Два года, 60 единиц техники, 450 пар рабочих рук. Столько потребовалось, чтобы проложить путь от Ира-Юля до Кожирома. Сейчас работы завершены, дорога введена в эксплуатацию, а с водителей больше никто плату за проезд не взымает, как это было месяц назад. На открытие артерии, имеющей федеральное значение, отправилась наша коллега Анна Зубарева. Раз, два, три! Ура! Ура! Всего пару лет назад, чтобы добраться до Печоры, приходилось выбирать между ЖД или авиабилетами. Ездить на личном авто по Ухабам и Колдобинам мало кто решался. Однако в сентябре 16-го начались масштабные дорожно-строительные работы. Как результат, проложено 45,5 километров новенького асфальта. Дадим возможность людям спокойно ездить, не мучиться по этому зимнику и зимой, и летом, и осенью. А сегодня уже будет свободное, хорошее движение, где можно будет без аварийно, соблюдая, конечно, скоростной режим и меры безопасности, обеспечить нормальное транспортное снабжение практически из центральной части России до Печоры. К слову, сдать дорогу в эксплуатацию планировали еще в конце сентября, но не успели. И дорожники говорят, на то есть причины. Все слышали, да, про название «зимник», но жители Коми его называют «летник». То есть это как бы основная проблема, то есть это автотранспорт, который постоянно шел по дороге, и нам из-за него приходилось как бы останавливать свои работы. В защиту местных скажем, что они не только мешали. С первого же дня стройки на ней трудились не только рабочие, приглашенные федеральной компанией, но и здешние жители. И еще повод для гордости. Исключительно весь щебень, а на работах было задействовано около ста самосвалов, был привезен с нашего чиньего рыка. Идем по абсолютно новой дороге, соединяющей и Райоль, и Каджиром. Если раньше водителям приходилось ездить по объездному пути, который размывало от любой непогоды, то сейчас, будь то снег или дождь, путь на Печору открыт. Напомним, в этом году был открыт еще один участок – Малая Пера и Райоль. Оба проекта обошлись и республике в 4 миллиарда 800 миллионов рублей. За три года то, что мы по концессии были обязаны платить, там деньги 697 миллионов, собственно, за счет этих средств, в том числе за счет своих, автобан, и сделать участок дороги. Важна, но она из важности рассказать артерий, которая сейчас будет соединять в том числе тот участок дороги, который мы хотим передать федеральный центр на обслуживание этой дороги. И этот участок очень, собственно, важен для того, чтобы соединить Наринмар и Сыктывкар. Реконструкция и строительство дороги Сыктывкар-Наринмар на этом не завершено. В перспективе строительство автомобильного моста через реку Печура, дороги до Чикшина и участка Кабан-Тевис-Малая Пера. Сдать последний планируют уже в следующем году. Освящается дорога си окроплением воды, си освящения, благодатием Святого Духа, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Анна Зубарева, Олег Юшков, Республика Коми, специально для телеканала «Север».